Привет! С вами Соня Бергановская и Никита Чередников. Вы смотрите программу Телезнайки. Так, а что у нас сегодня в эфире? Сейчас расскажем. Вы когда-нибудь видели птенца голубя? Мы вам его покажем. Стихи Бродского для детей или чем заняться в открытой библиотеке. Как собрать настоящего динозавра? Как прыгать на батуте? Расскажут Телезнайки. Что такое музей? Это собрание экспонатов, картин, скульптур, паровозов. Паровозов? Как же собрать такую коллекцию? Пойду узнаю. Экспонаты из каких стран здесь есть? Здесь представлен французский электровоз, австрийская электростанция, чехословацкий маневровый тепловоз, венгерский тепловоз. Наша коллекция собиралась много лет подряд. Здесь отечественные импортные единицы, доставшиеся в разные годы Октябрьской железной дороги. В нашем музее более 90 экспонатов. Это самый большой музей в России. Первые паровозы в России делали на судостроительных заводах и назывались они пароходы. Представляете, какая была путаница? И по воде, и по земле ходили пароходы. Так в течение примерно 20 лет они назывались, пока по предложению писателя Греча окончание для сухопутных пароходов изменили на паровоз. И стали они называться паровоз. С помощью вот этого большого крана в паровоз наливали воду со скоростью 1 тонна в минуту. А с помощью вот этого устройства, которое называлось журавль, из этой бочки насыпали уголь. Чтобы паровоз поехал, нужно было залить 10-20 тонн воды и засыпать примерно столько же угля. А чтобы преодолеть расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, нужно было сменить четыре таких паровоза. Всем паровозам, построенным в России, давали буквенное обозначение всех букв алфавита. А данный паровоз получил имя, собственно, Феликс Зержинский. Это его порядковый номер. Из-за букв ОВ эти паровозы ласково называли овечками. Именно такая овечка задавила Анну Кареневу. Эти поезда и вагоны, они на ходу? Любой из наших экспонатов, конечно, можно оживить, и он сможет поехать своим ходом или в составе поезда. Раньше с помощью этих экспонатов люди разъезжали по белу свету, а мы теперь путешествуем во времени. С историей паровозов познакомилась Соня Бергановская. Читать или гулять? Гулять или читать? Вот вечный вопрос, который стоит перед нами. Мы, дети, как правило, выбираем гулять, но в открытой библиотеке нет проблемы выбора. Мы такие, любим получать наслаждение от жизни, в том числе интеллектуальное. Или не интеллектуальное. На ваш взгляд, какой главный источник знаний? Только ты сам. Книгу же все равно берем мы в руки. Мы ее читаем, мы ее выбираем, закрываем. Все равно все зависит от нас. Это я. Мое имя Антей. Впрочем, я не античный герой. Я буксир. Это начало баллады о маленьком буксире. Написал ее Иосиф Бродский. Да, нас, детей, он тоже не забывал. Книга – это совместный проект. Все иллюстрации рисовали дети и художница Катя Марголес. Оно было напечатано в 1962 году в детском журнале «Костер». Это было, собственно говоря, долгое единственное северство творения Бродского, опубликованное в Советском Союзе. В жизни есть горизонтальные измерения. Мы живем обычной повседневной жизнью. Есть вертикальные измерения того, как вообще мир устроен, на чем он стоит. Мне кажется, в поэзии Бродского соединяется то и другое. Через эти простые вещи человек на самом деле поднимается выше. На свежем воздухе не только хорошо читать, но и встречаться и общаться с интересными людьми. По телевизору, по радио нам все время говорят разные мнения. К чему нам, детям, стоит прислушаться? А я думаю, что вам не надо смотреть телевидение и слушать радио. Читайте книги и слушайте музыку. Потому что среди взрослых людей есть очень много людей, которые заблуждаются, говорят глупости. Чем позднее вы начнете слушать радио и телевидение, тем лучше. Но 20 лет исполнится. Вот давайте вперед. А еще здесь могут почитать книгу вслух. Ведь нам, детям, этого так не хватает. Сама старушка не могла похвастаться большим количеством зубов, поэтому отчаянно шепелявила. Мне читали разные сказки. В основном бабушка. Бабушка наизусть рассказывала сказки. Простые. Когда папа начинал читать «Алые паруса» Грина, мне было почему-то скучно. Я своим малышам, у меня их трое, я читаю постоянно. После такой прогулки еще долго можно осмысливать полученные знания. Образовывалась на свежем воздухе Снежана Ульянова. Некоторые песочницы лепят куличики, а я решила заняться настоящими раскопками. Мне посчастливилось откопать микрофон, а для палеонтолога большое счастье найти козь динозавра. Одна из больших загадок, почему вымерли динозавры, а другая загадка, почему динозавров так любят в наше время. С момента выхода на экраны фильма «Паркверского периода» в 1993 году в мире, можно сказать, наблюдается такой динозавровый бум. Животные прошлых геологических эпох помогают понять пути развития жизни на Земле. А это маминчезавр. Травоядный, очень большой, очень глупый. Но если ударит хвостом, мало не покажется. Манеры поведения динозавров изучали по сохранившимся окаменелостям, по гнездам с окаменевшими яйцами, из чего ясно следует, что многие динозавры заботились о своем потомстве. То есть они были хорошими родителями? Получается, что так. Недавно описанный динозавр под названием Майозавр, его латинское название так и переводится – «хорошая мама». Реконструкция скелетов динозавров делалась на основании такой науки, как сравнительная анатомия. Звуки животных были реконструированы на основе изучения костных пазух в черепах-динозаврах, а также на основе реконструкции их гортани. Вы уже умеете разговаривать? С чего сделаны динозавры? Это роботы, внутри у них находятся механизмы, снаружи они покрыты прочной резиной. Выставку придумал товарищ из Аргентины, которого зовут Игнасио Сохо, более 9 лет назад. Он просто еще любил динозавров, в какой-то момент ему просто пришла в голову идея воплотить свою страсть к динозаврам в такой большой проект. Выставка катается с гастролями по всему миру. А как путешествуют динозавры? В больших контейнерах. То есть их не разбирают? Нет, стараемся не разбирать, кроме самого большого. Почему выставка проходит в темноте? Чтобы было страшнее и увлекательнее. Не разбив яйца, не сделаешь омлет. А если не разбить вот эту скорлупу, то не получится динозавр. Прямо из юзкого периода Кристина Валиченко. Смотри, как я высоко прыгаю. А еще выше можешь? Могу, смотри. А еще выше можешь? Выше? Уже не могу. Нет, можешь. Только не здесь. С чего нужно начинать прыжки на батуте? Прыжки начинаются с основных простых элементов. Это просто прыгать прямо, развороты на 180-360. Правила безопасности – это держаться в центре батута, стараться никуда с него не выпрыгивать. Ни в коем случае не выставлять руки или еще как-то лучше упасть на спину или на живот. Голова вперед. И только взглядом вниз, глазами можно посмотреть на сетку. От чего зависит форма батута? Есть две основные формы батута. Сейчас это прямоугольный, это стандартный батут, на котором проводятся все соревнования. Есть батут большой, квадратный. На нем тренируются люди, которые прыгают на лыжах, сноуборде, вейкборде. По каким критериям на соревнованиях оценивают спортсменов? Высота исполнения прыжка, сложность трюка и насколько он четко выполнен. Профессионалы прыгивают на высоту до 7 метров. Первые батуты использовались как развлечение. Это была шкура оленей или тюленя, и жители Крайнего Севера так развлекались на праздниках. Цирковые акробаты выступали на батутах уже 200 лет назад. А в середине 20 века батут использовали в программе подготовки летчиков. Космонавты и астронавты также тренировали свой вестибулярный аппарат на батутах. Первые национальные соревнования по прыжкам на батутах провели в Великобритании в 1958 году. И уже через 6 лет там же провели чемпионат мира. А с 2000 года этот вид спорта стал олимпийским. Здорово! Только непонятно, как мы теперь будем ходить по твердой земле. Ощущения полета испытали Снежана Ульянова и Даша Кукушкина. Знаете, какой вопрос меня мучает? Я никогда не видела птенца-голубя. А вы? Откуда появляются взрослые голуби? Надо узнать. Хозяйство голубиное, где они живут и разводятся. Пойдем посмотрим. Смотри какой. Видишь какой? Ему еще где-то 2 недели. Они не выходят из гнезда. Они вот так сядут, но в гнезде растут. Этот будет желтенький. А вот этот пепельный цвет будет. Эту птицу поколениями разводили в Средней Азии, в Кавказе разводили. Она самостоятельно не сможет жить где-то отдельно. Ее нужно обязательно кормить, лечить, вакцинировать. Гнезда они обычно прячут подальше. За месяц голубиаты вырастают, ну, уже до оперенного состояния. Когда будут самостоятельно есть и начнут летать, тогда они только выходят. Знаешь, какое пирога у нее? А какая стать? Видишь, как она сидит? Смотри. Настоящий хозяин узнает своего голубя даже издалека в полете. Голуби хорошие родители? Очень хорошие родители голуби. Потому что они вместе, вместе высиживают, вместе кормят и вместе их выводят на волю. Все голуби вошли от дикого скалистого голубя. Но постепенно вот они разделились, появились и почтовые голуби, и декоративные, и местные голуби. Он очень хорошо ориентируется в пространстве. И он всегда находит свою голубятню, откуда он вышел. Он за тысячу километров может лететь. Вот этим обусловлено то, что его используют как почтового голубя. И в военное время, и в гражданскую войну использовали, и в отечественную войну. Связь не всегда может быть доступна не во всех условиях. Где-то голуби себя оправдывают. Человек, который один раз вывел голубят, получил что-то интересное, увидел их, как они летают, и он потом заражается на всю жизнь. И занимается им все время. Вот они, оказывается, какие. Голуби, заботливые родители и замечательные дети. Историю про голубей и любовь узнала Карина Евдокимова. Это что, все? Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok